Кстати, вы особо, я вам подскажу, уважаемые собеседники, не спешите со временем, потому что чудеса эфира позволяют делать следующее. Когда Саша по собственному желанию закончит трансляцию на своем канале, когда он посчитает нужным, эта трансляция не закончится на котляру в FM. То есть вы можете вещать, сколько у вас будет сил, желания и времени. То есть вас будут продолжать слушать еще десятки людей. Поэтому не волнуйтесь, делитесь своими мыслями, наблюдениями. Пожалуйста, передаю слово. Да, можно я, да? Да, погоди, мы забабахали второй канал для того, чтобы чаще эфиры проводить. Но до работоспособности Вячеслава нам далеко, а там, конечно, не нон-стоп эфир. Не, ну Вячеслава по-харьковскому времени жил, да, я так понимаю. Ну это столица нашей соты, ничего не попишешь. И перемещается. И скорее всего просто вот этот вот купол этот перемещают его потихонечку. Лед на Южном полюсе служит как для скольжения всего этого большого механизма. Его тянут потихоньку, мы перекапываем, перекапываем и движемся куда-то дальше. Как такая версия есть у меня. Ну, Александр, вы абсолютно правы, это замечательная версия. Ну это всего лишь версия. Дело в том, что если упрощенно, вот представьте лоток яиц, ну самый обыкновенный, где куриные яйца находятся, и каждое яйцо находится в своеобразной соте. Вот приблизительно та же ситуация, тождественно, с нашей огромной землей. Ну в двух словах, наша земля в миллиарды раз больше. Она состоит из... А? Что-что? Да, да, что большая, огромная, это 100%. Да, из большого количества слоев, минимум 14 слоев, значит, у меня есть ролик сотовая земля, 14 слоев. Расстояние между сотами грандиозное, точнее слоями. 40 миллиардов тысяч миль. Кстати, еще вот, я не знаю дальше смогу вещать или нет. Хорошая, недавно яхтами катается, да, подкинули мысль. Оказывается, регата, сейчас я где-то специально даже статью сохранил. Есть... Давайте я расшарю демонстрацию экрана. Кто смотрел мои ролики, знает прекрасно, что мы живем на шарообразной поверхности. Почему? Потому что яйцо находится в соте, а в яйце желток, и мы живем на верхней части желтка. Вот. Значит, смотрите, демонстрация вроде пошла, да. Значит, вот регата, которая проходит в Вольво Океан, самая трудная парусная регата. Можете пройти на эту статью при желании и почитать. То есть, любой яхтсмен, моряк и вообще грамотный математик с помощью приведенных цифр сделает вывод, что яхтсмен, скажем, заплыв проходит исключительно по плоской поверхности. То есть, вот просто если расчеты посчитать, то получается, что в вымышленной шарообразной маленькой кругленькой планете регата никак не получается. Ну, я не буду ничего вычислять, проводить здесь нудные, скучные вычисления. Это уже, как говорится, по желанию. То есть, ну, в принципе, любой яхтсмен может это, скажем так, если он с мозгами, он может подтвердить, что расчеты исключительно сделаны на плоскости. Вот. И, кстати, мне понравилось сегодня, краем уха, слушал один ролик Юрия Тимовского, где моряк сообщал про Колумба. Я очень, ну, в ранних роликах давно сказал, мне было приятно от моряка услышать подтверждение. Я когда-то озвучил, ну, знаете, одно дело озвучить, а другой специалист потом через время подтвердит. Я сказал в свое время, можно найти в роликах, что Колумб никакую Америку не плавал никогда. Что это выпиющая ложь, так как 200 лет назад до ядерной войны технологии у нас были более высокого характера, поэтому все средневековье это вымысел. Естественно, Колумб никуда не плавал. Так вот, моряк провел несложные расчеты и вычислил, что Колумб при тех... Ну, вот у Юры просто ролик посмотрите, интервью с моряком, там он подробно расскажет. Вот я в двух словах скажу. Не смог бы достичь бы Америку с теми ресурсами, которыми он достигал. Моряк сказал следующее. Даже современная техника и то с большим трудом может преодолеть то расстояние... Ну, как он там привел, я забыл, современный крейсерар или что-то в этом роде. Ну, переслушайте ролик Юрия Тимовского. В современной технике не под силу проделать тот путь, который проделал, как говорится, Колумб на ореховой скорлупе. Такие мышата сидят в ореховой скорлупе и соломинками по Атлантическому океану, по морям, по волнам. Ну, нынче здесь, завтра там. А, еще подтверждение. Это первое. Он дал то, что я оказался прав. Ну, как бы я получаю информацию с других источников, но доказывать ничего не собираюсь. Любой человек, когда меня слышит, знает, что я озвучу истинное положение вещей. И второй вариант. Кто потопил лодку, подводную лодку Курск. Я, опять же, в ролике услышал подтверждение. Я когда-то сказал, что подводную лодку Курск, как и другие, потопили Ковачи. Ну, это техногенная цивилизация, которая работает на морском дне. И, естественно, у них нет желания, чтобы они попали на ролики в YouTube. Поэтому, если подводная лодка их снимает на камеру, они незамедлительно это топят. Что сказал в ролике моряк Юрий Тимовского? Да он сказал, что ничто не смогло запилинговать. Что никакие американцы не топили подводную лодку. И вообще ни одна техника не смогла справиться с тем, чтобы понять, кто же ее все-таки потопил. Вот. Кстати, в чате люди, которые изучают мои ролики, подсказали моряку, что потопили Ковачи. Он зачитал, говорит, я не знаю, кто такие Ковачи. Ну, к сожалению, уважаемый Юра Тимовский и Макс Беляев по каким-то либо причинам не стали давать знания уважаемому моряку, кто такие Ковачи. Поэтому для него это останется тайной за семи печатями. Передаю слово. Спасибо. Кстати, Олег Селезнев, приветствую вас. Я когда-то, полгода назад, столкнулся с вашими трудами. Был такой замечательный ролик, посвященный нашему мироустройству. Вы там очень грамотно, в техническом плане, доступно объясняли те или иные моменты. Вот. Да, здравствуйте, друзья, коллеги, слушатели. Вячеслав, тоже, да, приятно с тобой познакомиться. Если ты не против, я буду на «ты». Да, так лучше, Олег. Хорошо, так же, да, со мной тоже на «ты». Спасибо. Потому что это гораздо проще вообще. Было, да, дело. Я там попытался просто рассмотреть, как это всего там, ну, нашу солнечную систему, да, под разными углами. Ну, простое видео, на самом деле, геометрические расчеты, там ничего сложного не было. Там, по идее, не доказывает ни ту, ни другую теорию, какая на самом деле, да. Единственный момент, я там затрагивал, почему разные температуры, разное расстояние Земли от Солнца приводит к одинаковой температуре на экваторе. Вот единственный был вопрос у меня, да, пока ответа на него я не получил, соответственно, если мне кто-то сможет потом как-нибудь объяснить это практически, но я буду только рад. А еще, Вячеслав, если, возможно, там или нам здесь потом пообщаться придется или где-нибудь отдельно, то, вы знаете, ты знаешь, у меня такой принцип не говорить о том, чего я не знаю или не участвовал. И второе, если я не провел практически какой-то опыт, я тоже стараюсь об этом не говорить. Если говорю, то я говорю, что я предполагаю или, возможно, что это было бы так или логично, было бы это или то. Твое утверждение насчет сотового строения планетариев, там, да, земель и так далее, так далее, что есть якобы какие-то переходы в антарктическом круге, больше всего мне бы хотелось, чтобы ты не просто говорил, а каким-то образом подтверждал. Потому что, ну, ты сам понимаешь, мы здесь все во что-то хотим верить. А вера, как на самом деле, нас пытаются убедить, что это ничем не подтверждаемая слепая такая правда, да, там, или желание выглядеть это за правду. Поэтому, ну, этого не хочется уже, будучи, ну, здравомыслящими людьми испытывать. А хочется все-таки у тебя или увидеть что-то, или действительно как-то там услышать, ну, не знаю, услышать, мы уже слышали много чего, а вот именно увидеть документальное что-то такое, да, вот если я сижу перед тобой и включу видеокамеру, то ты увидишь меня, я скажу, что вот это я, и ты скажешь, и я покажу паспорт, то это будет правдой, что это я, да, я сижу перед тобой. Ну, я надеюсь, ты понял, да, что это? Да, а то я быстро все улавлю на лету, да, спасибо, Олег. Поэтому я ни в коем случае не пытаюсь разоблачать тебя, не пытаюсь твою информацию выдавать за, там, сквернословие лже или что-то такое, да, ты вправе говорить то, что ты или думаешь, или действительно это чувствуешь, или действительно видел, но воспринимать тебя на веру, ну, в данном контексте и в данное время, в связи с тем, что нас уже очень много нам дали принять на веру, не хочется. Вот о чем я хочу тебе сказать. Ну, я в двух словах скажу, ну, во-первых, самый момент, Олег, интересный, трансляция сразу идет на двух каналах, это у Саши на Институте Б и на моем Котлеру ОФМ, то есть, если потом у тебя появится возможность, желание, время, я, как бы, у нас беспрерывная, круглосуточная трансляция, каждый день по 24 часа постоянно, каждый день, каждый месяц, то есть, любое время люди заходят, уходят, делятся своими мыслями, Вот, да, и можешь смело приходить и, скажем так, делиться своими мыслями. А по поводу доказательств я вам скажу так и своему каналу, уважаемые слушатели и зрители, и Саши на Институте Б, готовьте ведра валерьяны, потому что ролики с соседних сот, возможно, в ближайшее время появятся в интернете, и что будет с сердцами человеческими, не человеческими, я даже не представляю. Сейчас идет подготовка, чтобы любое сознание воспринимало соседние соты точно так же, как мы не паникуем, что существует континент Америка, потому что 200 лет назад, допустим, жителю Сибири, который вырос в глубинке, приехал бы Вячеслав Котлеру и сказал, Ты представляешь, есть континент Америка, северная и южная, а он такой, ха-ха-ха, вот ты фантазер, а я ему говорю, представляешь, есть континент Африка, а там пирамиды такие огромные, больше, чем твои деревья, он ха-ха-ха, а где доказательства? В этом случае, Вячеслав, ты бы мог взять этого человека и повести его к этим пирамидам и показать наглядно, но в данном случае того, что ты рассказываешь о других сотах, ты не можешь этого сделать, ну, по крайней мере, меня ты точно не водил туда еще, понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю, но есть много «но». И опять же, вот смотри, при нынешних технологиях 3D, 4D, как угодно это назовите, какое бы видео ты не сделал. Ты заблуждаешься, видео километры, километры видео и просто ахнут, когда поймут, что снято соты из-под купола, объемы просто умопомрачеющие, все компьютеры наши соты не в состоянии отрендерить такое километры просто видеоматериала. Там же будет, да, просто ожидается, если возможно. Ну, вот, вот, вот ведутся переговоры с соседями. А где гарантия, что появленное видео не приведет к тотальному суициду? Олег, ты лично готов ответить за жизни людей, которые просто начнут выбрасываться из окон и резать себе вены? И где гарантия, когда я тебя проведу в соседнюю соту, ты не наложишь на себя руки? Это очень серьезное дело. Это, знаешь, как говорится, уже проверяли. Все говорят, да, нормально, выдержим. А потом кукушку срывает. Гаджай со скалы, развернувшись, прыгнув. Есть у тебя практическое подтверждение? Ну, действительно, люди, которые покончили жизнь самоубийством. Опять же, я же не знаю, после чего он покончил жизнь самоубийством. Вот такой момент, смотри. Мы идем с тобой втроем. Ты, я и, например, Юра. Ну, и мы идем все, и ты нам показываешь соту. Юра не сходит с ума, я схожу с ума. И Юра может подтвердить, что мы были в другой соте. Я сошел с ума именно по этой причине и сбросился со скалы. Если этого нет у тебя, ну, ты хотя бы... Ну, давай нам информацию, ну, не так честно, как ты ее даешь, скажем так. Ну, скажи, что люди есть, мое предположение, для моего видения, такую вот систему образования, там, землеобразования, мира, здания. Вот так вот. Я там же не видел, а ладами лично не был. Ну, вот, понимаешь, мы же всегда, почему вот мы, да, мы верим в Бога. Люди верят в Бога. А вот, Александр, есть доказательства, что я там не был? Если у вас нет доказательств, что я там не был, ничего не говорите, пожалуйста. Ну, вот когда предъявите доказательства, что... Не, ну, как вариант. Слава, подожди, пожалуйста, Слава, смотри, с какой момент. Здесь ты выдаешь эту информацию за то, что она действительно... А не мы ее тебе инкриминировали. То бишь, мы тебе не сказали, Слава, вот ты там не был. При этом мы же не утверждаем, был ты или нет там, допустим. А то, что ты-то утверждаешь, что ты там был, ты, значит, должен нам доказать или нет? А с точки зрения логики, почему я должен кому-то доказывать? Я сюда пришел находить человека. Люди меня не интересуют. Сначала, как говорится, сожжем, потом спалим. А выживших, так сказать, человеков, здоровые семена будут эвакуированы. Нас не интересует. Вы элементарных вещей не знаете. Вы не знаете, что мы находимся в оккупации, что нас едят каждый день на физическом уровне. Вам все хихоньки-хахоньки. Вам, чтобы поржать, а джа в соседнюю соту. А то, что человечные в Макдональдсах торгуют, то, что в домах детей в инкубаторах специальных перемалывают на запчасти, это вам не нужно. Вот вначале давайте иго избавимся. Слава, насчет Макдональдса хочу тебя попросить. У тебя есть результаты анализов, взятых в Макдональдсе, официально запечатленные там под печатями, камерами? То есть оккупанты тебе дадут, в концлагере решил официальное подтверждение найти? Подожди, ты идешь в Макдональдс, берешь с собой двух или трех человек, вы покупаете Биг Мак, все это снимаете онлайн камеры, фиксируете бумажную, несете в какую-то три независимых лаборатории, делаете анализ, вам там говорят, это человечное. Вы с этими документами идете на YouTube и рассказываете, что в Макдональдсе кормят человечные. Вот вам документы официальные из трех независимых субстанций. Или как их назвать? Вот и все, это будет так. Олег Селезнев, да вот я вам тебе расскажу. Вот ты вот проделаешь ту же самую комбинацию, выкладываешь на YouTube эту информацию, когда в шоке будешь от увиденного. А потом мы узнаем, что ты тоже попал на фарш в Макдональдс за то, что сказал правду. Хочешь быть фаршем, пожалуйста, озвучи. У меня пока нет желания идти на котлеты. Ты или взрослый человек, или маленький ребенок. Ты что, не понимаешь, что за это может чекен макламен быть? Хотят они на котлеты идти или нет? Да, но друг их... Ну, вам оно нужно, доказывайте. Я себе уже доказал, меня это не интересует. Хочете играться в игрушки, играйтесь. Я пришел сюда искать человеком. Люди меня не интересуют. Людей слишком много. Человеков это единицы. Слава, прошу прощения, согласись, что за твою информацию ты быстрее пойдешь на котлеты, нежели я за свою. Ну, у меня кураторы очень серьезные. Они еще пока держат все под контролем. В этом случае я с тобой даже спорить не буду, потому что у меня нет ни кураторов, ни провидцев, ни спонсоров, никого. У меня спорционного нет. И ты заметишь, что я не утверждаю вообще ни о какой системе мироздания и того, как устроены люди. Потому что я не знаю, как это устроено. Я могу только увидеть какое-то несоответствие в какой-то информации, которую нам предпредают за действительность, за правду. Вот это я пытаюсь как-то с нами, со всеми, и с тобой в том числе, хотя бы как-то в чем-то разобраться. Ага, а что получается у нас, скажи, эфир по разоблачению котлерового. Давайте небольшое техническое объявление сделаю, пока я не уснул. Господа, если вы хотите поучаствовать сейчас в эфире, то стучитесь самое время. Особенно, если вы против котлерового или плоской земли, или еще какой-то там. Заходите, залетайте. Человек, который собирался рассказывать о том, какая плоская земля, не плоская, не пришел. А, возможно, вот, кстати, пришел. Но, тем не менее, в общем, у нас сейчас второй канал, вещание идет уже более часто, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь на него. Можно, секундочку, я вот добавлю по Славиному высказыванию насчет Колумба. Слава, можно? Я просто не слышу, там прерываюсь, наверное, или нет. Смотрите, у нас с вами, ну, давайте на тот момент. Времени корабли были, я так понимаю, парусные же, правильно? И скорость у них, ну, максимум была 15-16 узлов. А у них не было таких кораблей 200 лет, 600 лет. Были летающие тарелки 200 лет назад. Подожди, давай тогда, хорошо, давай. Давай вернемся к тому моменту, когда появились эти корабли с парусами из дерева. Они же были вообще, в принципе, правильно? Ну, может, несколько тысяч лет назад были. Но 200 лет назад были летающие тарелки. Ну, допустим, вот смотри, я к тебе к чему? Ты говоришь, что в то время, возможно, не было. Но вот если взять, как нам сказали, что он поплыл туда на деревянных этих кораблях с парусами, то расстояние от Португалии до западного, до восточного побережья Америки северной всего лишь 5800 с чем-то километров. При скорости 16 узлов, это 23 километра в час, то время составило бы в пути 10 дней всего лишь. Неужели ты думаешь, что на 10 дней они бы не набрали воды? Олег, у тебя была уникальная возможность, если не ошибаюсь, ты сегодня был в эфире с этим моряком, который озвучил эту информацию. Так вот не успел я ему задать этот вопрос, понимаешь, он ушел почему-то. Ну, не надо ему задавать вопросы, человек разбирается, ему знаешь, как и мне в песочницу обратно возвращаться не хочется. Вы меня заставляете взять пластмассовую лопаточку и играться в песочнице, куличики лепить. Я не собираюсь, я озвучил, есть мозги, разбирайте, нету, учитесь, проходите. Я тебе практически сейчас дал вопрос, ты действительно считаешь, что на деревянный корабль нельзя поместить на 10 дней воды и провизии? Теоретически можно. Все, вопрос отпал. Да и практически можно, потому что 10 дней плавания в открытом море, блин, ну это не как сейчас, там по полгода они уходят, набирают себе там, да, огромное количество провизии. А на 10 дней, ну даже на 20 дней. Ну неужели сложно набрать воды и убить? Конечно, не сложно. Поэтому доплыть от Португалии до Америки ничего не составляло труда абсолютно. Это все люди рассказывают, может быть, до конца не пытаются разобрать, хотя бы калькулятор возьмите и рассчитайте скорость, время, расстояние. Это все пятый класс или какой-то математик. Ну да, еще вот по поводу версии Земли происхождения. Почему все так яростно хотят верить в Бога, который якобы тут нас всех создал и все это тут делает? Куча нас захватили, у нас несправедливость, и нас надо кого-то бояться постоянно, нас надо кого-то бежать, защищаться. Не видите, что это везде во всех религиях, во всем, во всех вот этих новых славяно-арийских ведах, как они появились резко тоже. Не было, не было, а потом раз и начали появляться. Откуда данные? Нет данных источников. Источники не называются, естественно, они где-то прятались, скрывались, возможно, как по одной из версий. Ну это та, которая нам предлагает официальная, так сказать, версия, да, религия или как они там, точка зрения государственная. А если посмотреть с другой точки зрения на нас, вот если мы, вот такие вот нано-роботы, усовершенствованная технология, живые, самообеспечивающиеся, нас не надо обслуживать, потому что мы можем это делать сами. Мы живем, грубо говоря, ну, условия, конечно, у нас диапазон рабочий очень маленький получается, но все равно мы можем преодолевать какие-то кратковременные охлаждения там или еще что-нибудь. Запад схода ограничен, надо спать, надо есть, надо пить, то есть, грубо говоря, физически ты, если не подготовленный человек, далеко не убежишь. И скорость твоя будет такая, что на велосипеде тебя загонят быстро. Вот, если смотреть на нас, как на аквариум, допустим, да, купол, переработка, кошки, собаки, все что-то создано, они те же самые, грубо говоря, роботы, все они, как бы, у них определенный набор инструкций, они определенно заточены под какие-то конкретные задачи, то есть, обеспечить, чтобы не было там мышей, не было там еще чего-нибудь, то, чем мы можем заниматься, но, как бы, неэффективно это будет выглядеть. А бог тут ни при чем есть, у нас инженеры, которые создали нас, разработали, то есть, так сказать. А сказки эти рассказали нам, ну, потому что у нас такой вот интеллект устроен, чтобы мы должны самообучаться, развиваться, думать. И так же само мы не умеем пользоваться своими мозгами. Я хочу вступить в дискуссию. Или, Олег, хочешь ответить? Нет, я с удовольствием послушаю твое мнение на это что-то. Я, потому что не знаю ответа, я не знаю, как это все устроено, поэтому я такие вещи услышаю. Ну, да, как бы я вот тоже не знаю, как все устроено, но вот такая вот логическая, моя логическая цепочка приходит к такому выводу. Ну, как бы он человечески объясняется, то есть, почему происходят чудеса. То есть, ну, потому что они там, решил бог тебе помочь, потому что ты его запарил на коленках там стоять, лбом биться. А потому что ты это сделал, только ты не понял, как ты это сделал. Александр, а для чего тогда сделали, по твоему мнению? Роботов таких? Ну, у нас роботов, да, как ты считаешь? Ох, это уже второй вопрос. Я не знаю, для чего-то сделали. Ну, то есть, как машина, универсальная машина, понимаешь, самообеспечивающаяся, ну, то есть, с точки зрения техники. А что у нас такого хорошего, чего нету в другой природе, которая нас окружает? А не природа нас окружает, это для нас условия созданы. Ну, природа, это условные названия того мира, в котором мы живем, да? Мы просто не будем сейчас придумать какие-то другие... Не, ну, просто природа, слово природа подразумевает под собой, что это произошло в эволюции. То есть, как бы самообеспечивание. Нет, 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 ни в коем случае, это другой термин. Природа имеется в виду растительный и животный мир, который нас окружает на том, что... Он сделан для нас микрофильм. Объясни, где мы живем. Вот что у нас такого особенного по сравнению с животными или растениями, как ты считаешь? Ничего, он расширенный набор инструкций. Мы можем делать все, что они могут делать, а они не могут делать того, чего можем мы. Отчего они не могут того, что мы делаем? Ну, я не знаю. Ну, ездить на машине. Ездить на машине. Но они даже машины не могут создать, если уж так говорить. Вот, вот и все. Они могут обеспечить твою безопасность, твой урожай. Ты просто нас сейчас уравнил, что здесь вот на этой планете Земля есть различные виды роботов, животные, растения, и в том числе и мы. Но тут же сейчас... Я сказал по одной из версий моих, версии, то, что лично мне приходит в голову. Я это так же самое не утверждаю, потому что я не могу проверить. Меня туда никто не выпускает. Александр, подожди. Понятно, что у тебя такое мнение о том мире, который тебя окружает. Я правильно понимаю, да? Ну, так. Вот логическая... Я же говорю, моя логическая цепочка шла к такому выводу. Да, но тут же ты говоришь, что все-таки люди, человеки... Я еще хотел, конечно, у Вячеслава услышать, в чем именно разница. Ну, это чуть позже. А вот люди, они все-таки сильно отличаются от окружающей нашей животной и растительной природы, которые ничего нового создать не могут и действуют только по заложенной в них заранее программам. Я не хочу вас перебивать, просто тема уходит. Я в двух словах просто скажу. Вот, и еще кто заинтересовался, быстренько пробегусь, чем отличается человек от людины и так далее. То есть, человек это те, кто способны думать, анализировать, воспринимать адекватно этот мир, принимать правильные человеческие решения, исходя из собственных соображений. Люди, не способные столь глубокому анализу, но различают четкое понятие добра и зла, поступают согласно заповедям правильно. Но есть существа, которых можно научить самым простым вещам. Они называются жить или смерды. Простым вещам их можно научить, они будут им следовать и придерживаться доброго и светлого. Но есть еще нежить. Это существа, не способные мыслить вообще, тем более конструктивно. У которых есть только чувства, как у животных, понимание силы и слабости. Ничего морального в душе и в мыслях. Таких ничего невозможно научить. Их нужно либо изолировать, либо уничтожать. Вячеслав, откуда такая классификация? Да, вот тоже. Ну, давайте еще в двух словах. Значит, смотрите. Я в двух словах на пальцах. Кстати, те, кто пересмотрел мои ролики и вообще просто слушал меня в эфирах, уже давно знают истинное положение вещей. Я просто схематически на пальцах. Вот матрешка, она в принципе показывает не только тела, но и матрицу, как она устроена. Я в упрощенной форме. Вообразите себе, вот возьмем Александра. Есть Александр настоящий, который в высоту 200 метров. Он создал себе аватара, который позволяет изучить этот мир. Ну, может точную копию, может видоизменить. Вот так как Александр берет точно телефон, с помощью которого он изучает, ну, скажем так, проще этот мир, да, там может и пообщаться с кем-то, да, или что-то сделать. Точно так же основная сущность Александра, так же самое с помощью созданного аватара, изучает этот мир. Когда аватар выходит из строя, теряется или ломается, или там погибает, Александр незамедлительно приобретает себе нового аватара. Раз мы воплотились в этом мире, ну, многих поздравляю, значит, ваши пользователи очень состоятельные люди. Потому что, я уверяю вас, богов значительно больше, чем людей, человеков. И поиграться в эту виртуальную реальность не всем дано. Многие нам боги завидуют, потому что у них нет возможности создавать аватаров по тем или иным причинам. Ну, опять же, слава, любил тебя, секунду. И вот эти боги, они как бы тебя толкают на то, что ты там, вау, ну, отличаешься от животных. Ну, для кого-то ты тоже бог, между прочим. Ну, это как стимул, понимаешь, это работает у человека как стимул. Боги – это условное название, иерархия, то есть более высокоразвитые существа. Вообще, то есть людей, как бы, это подталкивает на то, что, как бы, они, наоборот, считают тебя, вот, якобы, там, правда, кто-то есть, какой-то бог, который, правда, за нами смотрит, или еще нас там создал. Вот поэтому… Да ты сам себя создал, сам подобрал себе родителей и основной сущности, и сам воплотился в эту… И сам воплотился в эту реальность. 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 Продолжение следует...